Итак, первому лайфхаку много лет назад меня научил мой парикмахер. Что шокировало меня, это то, что он только лишь сделал зачес волос в другую сторону с помощью расчески. Я был рад такому новшеству. Барби разменил направление волос, что в дальнейшем дало им больше роста, так как до этого они всегда росли в одном направлении. Более того, мои волосы стали немного приподнятыми. Большинство людей даже не заметят такую перемену. Вы будете чувствовать себя увереннее, так как выглядите отлично и по-новому. В сегодняшнем видео я расскажу вам о хитростях, которые улучшат ваш внешний вид. Следующая хитрость – сделайте зачес прямо назад. Если вы никогда не пробовали дойти шанс такому стилю, после душа ваши волосы будут мягкими и податливыми, так что расчешите волосы назад и посмотрите, как оно идет. Если вам не нравится, то вы легко вернетесь к старой прическе. Но если вам понравится, зафиксируйте и проходите так день. Лайфхак номер три – пробуйте новые прически, когда вы никуда не собираетесь. Большая ошибка – уложить волосы по-новому прямо перед важным мероприятием. Так делать не стоит. Экспериментируйте дома. Таким образом, несколько раз в течение дня вы можете взглянуть и оценить, нравится ли вам новый образ. По итогу вы укрепите уверенность в себе и новые прически, и даже не будете о ней задумываться. Вам будут делать комплименты касательно обновленного образа. Я знаю, что многие мужчины страдают от потери волос. Самое главное – вам нужно заботиться, когда это только начинается, и использовать различные средства. Следующий лайфхак очень прост и стоит меньше десяти долларов. Может, вы и не задумывались, но вам нужно поменять расческу. А лучше приобрести несколько, чтобы давали различные результаты. Люди – это создание привычек. Если у вас есть одна расческа, то мы постоянно ее используем. Но попробуйте взглянуть на другие расчески или гребни. С ними ваши волосы будут выглядеть по-разному в зависимости от количества щетинок, их толщины, расположения. Посмотрите на разницу. Я делаю одинаковые движения, но выглядит все по-разному. Есть различные графики, которые показывают типы расчесок и их совместимость с волосами. Вам просто стоит попробовать. Вам просто стоит попробовать использовать новое приспособление, новый тип. Некоторые дадут вам больше текстуры, но другие сделают ваши волосы более плоскими. Так, в зависимости от вашего образа, экспериментируя, вы подберете нужный стиль. Что касается экспериментов, пробуйте разные средства для правильного ухода за волосами. Разные продукты по-разному будут влиять на ваши волосы. Благодаря одним они будут больше сиять и дольше держаться, но с другими ваши волосы будут выглядеть более естественно, в то же время меньше держаться. Многие мужчины не задумываются об использовании мусса или крема для укладки, но хочу отметить, что данные средства дадут волосам текстуру и вес. Тонкие волосы станут более объемными, некоторые крема могут сделать ваши волосы более живыми, так что не бойтесь использовать. Другие продукты, лаки для волос, при правильном использовании помогут сохранить великолепный вид ваших волос. Если вы хотите добиться большего объема без использования средств поверх волос, тогда попробуйте спрей с морской солью. Несмотря на соль, на голове не останется белых хлопьев. Это очень простая вещь, которая придаст тонким волосам необходимый объем. Следующее, с чем нужно быть осторожным, но что улучшит ваш вид – бакенбарды нужной высоты. Если у вас низкие бакенбарды, попробуйте увеличить их до среднего или немного высокого уровня. Главное убедитесь, что по высоте ваши бакенбарды совпадают. Посмотрите в зеркало. Если вы сами будете пробовать настроить высоту, то не перестарайтесь. Сбривайте по миллиметру, так как сняв одним движением дюйм, вы потратите время, чтобы отрастить их назад. И будьте осторожны с эффектом лестницы, чтобы вы бесконечно не снимали по миллиметру с каждой стороны, пока ничего не останется. Вам необходимо медленно снимать по миллиметру и постоянно проверять в зеркале. Если будет даже небольшая разница, никто не обратит на это внимание. Давайте поговорим об идеальной стрижке. Допустим, вас подстригли 10 дней назад, и вы уже начинаете замечать, что волосы отрастают обратно. Особенно на задней части головы и шеи. Так что попробуйте сами с помощью бритвы или машинки и зеркала убрать лишнюю часть. Прочистите все самостоятельно, но будьте крайне осторожны. Со временем вы обретете навык самоподстригания, но вам нужны правильные инструменты. Вам нужен триммер с защитой, который не будет срезать много. Конечно, лучше, если есть кто-то, кто поможет вам. Это будет более точно и быстро. Но если вы один и у вас есть зеркало, а также вы пробовали уже раньше, то можете пробовать удалять по четверти дюйма волос самостоятельно дома, не обращаясь за услугами к парикмахеру. Ваши волосы снова будут более чистыми и прекрасными с обеих сторон. Следующий лайфхак, если вы когда-либо делали так, то обязательно ставьте лайк под видео. Итак, используйте фен. Сам я редко укладываю волосы феном, разве что раз в год. Вы замечали, что стилисты, парикмахеры всегда укладывают волосы феном, и выглядят они тогда просто отлично? Я очень ленив в этом плане, поэтому я хитрю и укладываю волосы в течение минуты после душа, пока они мягкие. Волосы сохранят форму еще на приличное время. Пробуйте использовать мой личный лайфхак, но не упустите время, так как через 10 минут у вас они будут торчать. Итак, господа, что бы вы хотели увидеть дальше, как насчет пяти исторических причудливых причесок, которые нравились женщинам? Это очень веселое видео, немного истории, немного знаний. Пишите в комментариях ваше мнение о данном видео, о будущих. Всего вам хорошего, еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok